В Киеве прощались с погибшими в Авдеевке бойцами. Несколько сотен человек сегодня утром вышли на Майдан, чтобы выразить свою скорбь и уважение к павшим военнослужащим 72-й гвардейской мотострелковой бригады. Участники церемонии стали перед погибшими на колени. Как это было, видел Владимир Задирака. На главную площадь страны доставили семь гробов с останками солдат. Тела бойцов были укрыты флагами 73-й механизированной бригады. На знаменах девиз «Будой вильна Украина, будем вильнем мы». В знак уважения к павшим в бою собравшиеся сняли головные уборы и стали на колени. Комбат Валерий Гуць вспомнил добрым словом своего подчиненного, 23-летнего капитана Андрея Кизила. Никогда не пользовался никакими привилегиями, все делал на огне солдатами. Был прекрасным спортсменом. И очень плохо же страна потеряла такого человека, такого офицера. Еще раз, простите родственники, простите те пловцы, которые лежат рядом с Андреем. Вы герои, однозначно. Что я так много сказал. Не могу много говорить о вас. Что извините. Пресс-офицер бригады Елена Макринчук сообщила, что контрнаступление на врага в Авдеевке начали с позиций под кодовым названием «Майдан». Они закрыли нас всех. Те, кто мы сейчас тут стоим, они закрыли нас всех своими спинами. Они закрыли собою мирное место, 30-ти тысяч, которое за их спинами было. Они отдали самое дорожшее, что у них только есть. Отдали собственное житие. И это очень символично, что они пошли на защиту с позиции, которая называется «Майдан». От вражеских пуль и артиллерии в Авдеевке погибли воины 72-й бригады. Андрей Кизыло, Владимир Бальченко, Дмитрий Овчаренко, Владимир Крыжанский, Ярослав Павлюк, Олег Бурец, Виталий Шамрай. Также сегодня в Николаеве прощались с офицером 79-й десантно-штурмовой бригады Романом Гульченко.